Меня всегда спрашивают, как помочь другим людям, как помочь своим близким или друзьям, когда они не слушают наши советы, когда они не понимают, что их мысли и эмоции влияют на то, что с ними происходит. Как до них достучаться, научить их, поддержать, как я могу им помочь? Прежде всего, надо самому стать примером. Когда люди не хотят работать с силами разума, или скептически относятся к тому факту, что мысли — это реальные силы, то, скорее всего, никакие ваши слова или поступки не смогут их убедить, потому что они твердо убеждены в своей правоте. Не навсегда, не навеки, а в данный момент времени. Но вы можете сделать две вещи. Во-первых, быть примером. Станьте для них примером. Пусть они увидят, что ваша жизнь наполнена спокойствием и благополучием. Пусть они видят, что вы счастливы, что вы радостны, что вы живете в гармонии и находитесь в потоке жизни. Это не значит, что ваша жизнь идеальна, но вы по-настоящему довольны своей жизнью. И вы с умиротворением принимаете все, что происходит в вашей жизни. Когда люди это видят, они задаются вопросом. Как тебе это удается? Как тебе удается так жить при всех наших проблемах и трудностях? И это ваш шанс. Вот тут вы говорите. Вообще-то я делаю определенные практики. Вы можете показать им одну из своих практик. Вы можете рассказать, какое значение она для вас имеет и какие результаты она вам дает. То есть вы можете показать это на своем примере. А второй способ помочь людям – отдавать им любовь. Просто думать о своих близких, друзьях, коллегах, о том, кому сейчас нелегко, даже если этот человек не готов принять то, что вы предлагаете. Он может сопротивляться вашим словам и советам, но он не сможет сопротивляться вашим мыслям, вашей любви, вашему состраданию. Поэтому просто думайте об этом человеке по несколько минут каждый день. Дарите ему свою любовь, даже с его недостатками. Нет, не даже, особенно с его недостатками. Дарите ему свою любовь. Позвольте любви литься из вашего сердца к его сердцу. Эта энергия и вибрации будут подпитывать этого человека. Этот человек не будет знать, что вы о нем заботитесь. Это будет происходить на подсознательном уровне. Но он будет получать заботу, утешение и помощь. Поэтому просто любите этого человека. Желайте ему всего самого лучшего. Думайте о нем. Это тоже ему поможет. И тогда вам просто остается ждать, когда появятся подходящие возможности. Если вы возьмете на вооружение эти два подхода, то, скорее всего, у вас появится возможность поделиться своим представлением о том, как наполнить жизнь успехом, смыслом, счастьем. Но самое главное – такой жизнью стать примером. Потому что с точки зрения энергии это важнее всего. Продолжение следует...